Приветствую вас! И вы знаете, у меня есть одно правило, с которым я отвечаю на вопрос клиента, который он задает. Я понимаю, что другие эксперты, коллеги ответят вам по-своему, так как только они считают верным и правильным. Это на самом деле их выбор. Ни в коем случае за их выбор, за то, как они отвечают вам, я их не свяжу и не обещаю. Единственное, что кажется мне, что учить вас жизни, говорить вам, что неправильно жить без любви, что вы будете начать полной жизни без любви и так далее, было бы неправильно. Почему? Потому что, чтобы учить вас, у вас есть друзья, чтобы поучать вас, у вас есть другие люди, которых вы, наверное, уважаете, которых вы, наверное, цените, которых вы, наверное, считаете достойными. А сюда вы пришли за достаточно конкретной помощью или лучше сказать информацией. Пока. Пока что вы пришли за информацией. Как научиться жить без любви? Как научиться не любить? Спрашиваете вы. И я, для начала, отвечу вам на этот вопрос, я постараюсь вам на него ответить, настолько, насколько это вообще возможно. А после добавлю еще немножечко уже от себя, если вы, конечно, захотите, если вам это будет интересно. Значит, чтобы научиться жить без любви, нужно одновременно и простое, и достаточно сложное условие. Заключается оно в том, чтобы понять, а для чего вам эта самая любовь. Какие вам потребности и желания? Важно, нужно, необходимо удовлетворить через любовь. Для чего вам любовь? Что она вам дает? Понимаете, любовь истинная и настоящая, она, как правило, приходит сама и без ваших желаний. А вот если вы хотите именно научиться жить без любви, то здесь, простите, здесь нужно понять, для чего вам эта самая любовь. Что она вам такого дает? Что вы через эту любовь хотели бы получить? Хотели бы получать? Что вы через нее пытаетесь достичь? Какие свои, не знаю, ценности, какие свои потребности вы пытаетесь удовлетворить через любовь? И вот ответить на этот вопрос вам нужно, и тогда вы научитесь жить без любви. По крайней мере, вы не будете чувствовать в ней какую-то, знаете, такую, я бы сказал, ярко выраженную потребность. Потому что эта потребность у вас, она будет как бы уже удовлетворена. Следующий важный аспект. Что можно удовлетворять через любовь? Какие потребности можно удовлетворять через любовь? Пожалуй, первая и самая главная потребность – это не быть одной, и быть одинокой. Очень часто люди стремятся к любви именно для того, чтобы не быть в одиночестве. Если вы стремитесь не быть в одиночестве, если вы боитесь одиночества, если вы не хотите быть одной, то у вас определенные проблемы есть с самодостаточностью. И именно с ней вам нужно работать. Именно ее вам нужно как-то купировать. Именно она является основным для вас стимулом, чтобы вы стремились к любви. И именно она, вот это вот недостаточное, прошу прощения за тавтологию, недостаточное самодостаточность, является помехой, препятствием на пути к тому, чтобы вы могли жить без любви. Следующая и не менее важная потребность, которую может человек удовлетворять, стремясь к любви – это желание быть нужным. Желание быть востребованным. Желание быть реализованным. Или реализующимся. Пожалуй, этот пункт нужно пояснить также особо. Понятие «быть нужным», «желать быть нужным» означает ощущать, что кто-то, кто-то, либо какой-то конкретный человек, либо неопределенный круг людей, тут разницы не особо много, либо какой-то неопределенный круг людей, испытывает потребность в том, чтобы чего-то хотеть от вас. И вы таким образом ощущаете, что вы нужны этим людям. Вот, собственно говоря, тот момент, в который вам нужно на себя прояснить. Если это так, если это действительно так, то тогда нужно этот пробел, который у вас имеется, пробел, я имею в виду, значит, касающийся вашей нужности, именно его как раз-таки и нужно компенсировать. Компенсировать за счет чего? За счет повышения собственной нужности, но уже в чем-то другом, уже в каких-то других, я бы сказал, аспектах. Какие это аспекты решать вам? Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, в зависимости от ваших способностей, от ваших, там, склонностей, от ваших интересов и так далее, и так далее, нужно выбирать, в чем вы можете быть нужны другим людям. И это и тогда потребность в любви у вас будет гораздо меньше, и вы сможете жить без нее. Следующий немаловажный момент заключается в том, о чем мы говорили, потребность реализовываться. Многие люди реализовывают себя через эту самую любовь. То есть, они любят, они чувствуют себя важными, они чувствуют себя нужными и таким образом реализуются. Если у вас есть определенная проблема с реализацией, то надо подумать, что вам нужно для нее, для этой самой реализации. Как вы бы хотели реализовываться, и что вам для этого нужно? Подумите, и удивительным образом потребность в любви, значит, у нас падает. Итак, это было то, что касалось непосредственно умения жить без любви. Я надеюсь, достаточно подробно ответил вам на этот вопрос. А теперь, когда мы с вами разобрали основные направления, я начинал вам сказать кое-что по поводу того, ну, по поводу того, о чем я говорил вначале, что, в общем-то, без любви ваша жизнь будет достаточно бедной. Если вам не интересно, можете выключить. Видео сейчас. Понимаете, в чем дело? Совершенно очевидно, что вы испытываете сейчас определенное разочарование. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, от чего именно. Ну, скорее всего, с мужчиной вас что-то не получилось. И вы сейчас пребываете в довольно плохом, довольно негативном состоянии. Но вы знаете, придет новый день, придет новый час, придет новое время, и вы удивитесь, насколько меняются человеческие чувства. Мужчина, который у вас не получилось, вами воспринимается по-хорошему должен, как опыт. Опыт, который был вам необходим для чего? Для того, чтобы познать себя. Для того, чтобы познать какие-то варианты, какие-то моменты в своей жизни, которые вы, наверное, скорее всего, делали неправильно. И вот в зависимости как раз-таки от этих аспектов можно и нужно говорить об этом, что вам не без любви нужно улучшиться жить, а понимать, какие именно аспекты, какие именно моменты у вас не получились, какие моменты были ошибочными, какие моменты были там неправильными и так далее. Вот об этом я и рекомендую вам подумать. Об этом я и рекомендую вам задуматься. Пожалуй, на этом, я думаю, можно закончить ответ на ваш вопрос. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, я почти вам помогу. Пока, желаю вам всего доброго, удачи и надеюсь, вы примете верное решение относительно своей жизни.